Привет, Ларк, это Джеймс. Приятно познакомиться. Первый раз говорю с тобой лично. Приятно познакомиться, Джеймс. Я только что смотрел твой прямой эфир. Ты теперь постоянно их проводишь каждые несколько дней. У тебя большой стрим на примерно 60 тысяч человек. Да, это безумие. Среднее количество просмотров где-то 40 тысяч и 5 или 6 тысяч человек, которые смотрят в ту или иную минуту. Ты чувствуешь такой кайф, когда у тебя так много людей на стриме. Получаешь ли ты этот заряд, такое ощущение? Нет, уже нет. Может быть в самом начале было, но сейчас-то просто как, ну окей, поехали. Многие думают, это 60 тысяч человек, смотрят стрим, это же целый стадион людей, это с ума сойти можно. Да, это стадион людей, действительно. Самый большой стадион это 80-100 тысяч, так что это почти как на гигантских стадионах. Да, иногда это действительно безумно выглядит, если так подумать. Ты не чувствуешь этого на видео, потому что это другое, не так, как в реальной жизни. Если бы ты был на стадионе, где 50 тысяч человек, это было бы, ну вау, я однажды выступал на конференции по криптовалютам на Формуле 1, там было примерно 20 тысяч зрителей, и подумал, черт, да я почти каждый день говорю с таким количеством людей в соцсетях. Но вживую это совсем другое чувство. Абсолютно, абсолютно. Интересная вещь в стриме, это то, что ты получаешь обратную связь в реальном времени от людей. Они делятся своим мнением, критикуют, хвалят, предлагают свои монеты, это забавно, знаешь ли. На пычьем рынке они тебя любят в комментариях. А на медвежьем, если ты ошибаешься с прогнозом, они могут разорвать тебя на британский флаг, да? Да, да, настроение инвесторов действительно трудно предсказать на рынках. Криптовалюта, это вообще сложный рынок. Ну посмотри, фондовый рынок растет весь год, а у нас был только один подъем на крипторынке. И с марта и апреля большинство альткоинов просто падают, за исключением редких всплесков на каких-то рандомных мемкоинах. И это по сути единственное, на чем можно поиграть последние 4 месяца или около того. Это тяжело, потому что большинство людей теряет свои деньги на этом, пытаясь найти типа как хорошую монету. Удачи тебе, чувак, шансы против тебя. Раньше на бычьем рынке все было более стабильно, можно было войти и заработать хорошие деньги. А сейчас все намного более похоже на пампы и дампы мемкоинов. Один щиткоин взлетает, а остальные падают. Но я думаю, что это не настоящий бычий рынок, как все привыкли думать. Это бычий рынок ETF, так что деньги в основном идут в биткоин ETF. Все видят, что биткоин идет на максимум и думают, что альткоины тоже полетят. Но это не традиционный бычий рынок, это просто памп биткоин ETF. Может быть эфир ETF изменит ситуацию? Посмотрим, что произойдет, когда Grayscale продаст свои эфиры. Я могу это понять. Я не удивлюсь. Большинство монет значительно недооценены на рынке. И большая часть этого происходит, потому что обычно люди страдают. Многое из того, что происходит, это битвы игроков против игроков. Группа А против группы Б. Обычно люди пытаются успеть на пампы и дампы или вкладываются в мемкоины. Некоторые мемкоины действительно умудряются создать хорошие крупные комьюнити. Не все из них, конечно, полное говно, но многие из них реально быстро скамятся. Это действительно ситуация игрок против игрока. Хотя на самом деле много отличных идей и технологий запускается, но эти технологии уничтожаются на рынке. Да, новая компания, сеоли, стартапы, которые действительно строят потрясающие технологии, теряются среди всех этих щиткоинов. Это тоже проблема. Эти пампы мемов высасывают всю ликвидность и эти знаменитости, которые запускают токены, а затем их сливают. Теперь около 20 тысяч монет в день появляется. А в семнадцатом году было всего 2000 альткоинов. Да, это, конечно, полная дичь. Безумно. Сейчас барьер для входа настолько низкий, ты можешь буквально запустить токен за пару минут на памп.фан, и у тебя уже есть свой мемкоин. Это безумие, как далеко продвинулся рынок. Это очень захватывающе и круто, это позволяет гораздо больше экспериментировать, но... Но также это создает проблемы, да. Мошенничество. Но я думаю, что это просто стадия созревания рынка. Раньше криптовалюты это был рынок, вообще дикий-дикий запад. Теперь становится более структурированной, более профессиональной. Раньше только разработчики в чатах обсуждали, а теперь уже президенты говорят об ETF. Постепенно все становится более стабильным, более легитимным. Это круто, потому что многие молодые люди строят и реализуют свои мечты через мемкоины и через крипту вообще. Они запускают собственные токены и используют их для создания дохода. Это как новая система базового дохода, но не такая, как была раньше. Вот ты, когда начинал вкладывать деньги в крипту, ты думал, что твои деньги будут постоянно расти? Ну да, в первые дни так и было. В начале у тебя такой бомб, бычий рынок, потом спад. Но если ты переживешь один-два бычьих рынка, потом медвежих, что-то меняется. Деньги становятся просто цифрами, ты не сравниваешь их с бумагой, понимаешь? Они становятся чем-то другим. Да, ты начинаешь видеть все по-другому. Все, кого я знаю, кто остался более двух циклов на рынке, все богаты. Да-да. Никто из тех, кого я знаю с семнадцатого года, там нет бедных, все богатые. Ты просто должен оставаться, учиться на своих ошибках, на таких рынках. Да, они будут проверять тебя много раз. Но тех, кто сможет это выдержать, ждет хорошее вознаграждение. И сейчас, наверное, самое безумное время, которое я видел на рынках. В последний раз что-то подобное было, наверное, в 2008 или в 15. Это было что-то такое, но сейчас. 2020 был безумным, 22 был, пожалуй, тоже жестоким, самым жестоким медвежьим рынком. Много людей потеряли деньги. А потом у нас был самый большой бум в истории. Акции на новых максимумах, биткоин 70 тысяч, и потом эти массовые войны, ликвидации. Очень сильная волатильность, много объема, что для трейдеров, в принципе, замечательно, но нужно быть осторожным. Да, когда вспоминаешь 2020 год и крах из-за ковида, получается, что с момента краха до пика рынка прошел год, и большая часть этого роста произошла за 4 месяца. Вот насколько безумными могут быть эти рынки. Сначала крах из-за ковид, примерно 2 месяца на восстановление, затем халвинг биткоина, и рынки колебались в боковом тренде с мая по октябрь, а потом началось движение. Все это боли, волатильность, и вот так у нас был год между пиком апреля 2021 года. Я знаю, что у нас был второй пик позже, но если бы ты продал, когда индикатор P-Cycle Top сработал в начале 2021 года и вышел из рынка, ты был бы счастливчиком. Я думаю, что это то же самое, если смотреть на халвинг, и это повторяется. После халвинга у тебя есть примерно 560 дней до пика. Это было в 2016, в 2020, и теперь тоже. Это как математическое уравнение. А сейчас где-то на сотом с чем-то дне из этих дней, которых должно быть 560. Вначале всегда бывает большой спад, а потом начинается рост. Но я думаю, что на этот раз все по-другому из-за ETF. Я ориентируюсь исключительно на ETF. Когда они перестанут покупать миллиарды долларов в день и начнут продавать, вот тогда я действительно захочу выйти. Потому что это означает, что та большая сила, которая накапливала миллиарды долларов, начинает продавать. Если бы ты сказал в 2017 году, что какой-то фонд покупает биткоин на миллиард долларов в день, это было просто немыслимо. А мы уже тогда покупали, мы были правы. Блэк Рок, мы делали это раньше Блэк Рока. Все, о чем мы говорили, все сбылось. Президенты говорят об этом, криптовалюта становится резервной валютой стран. Все сбылось. Это действительно безумие, когда думаешь, насколько далеко ушли рынки с тех пор, как я начал создавать контент и инвестировать в 2017 году. Между тогда и сейчас это просто день и ночь, абсолютно. Тогда, да, тогда ты использовал эфир Дельта как децентрализованную биржу, это была, пожалуй, худшая децентрализованная биржа, которую только можно представить. Она была ужасно глючная, почти не было ликвидности, но тебе нужно было что-то торговать. Да, точно. Потом была ICO Binance, и Binance сделал рынок гораздо лучше. CZ был потрясающим для рынка, он сделал его более легитимным. До этого биржи были, ну, типа, у тебя был Kraken, но он был медленным. Kraken, пожалуй, был единственной большой биржей до Binance. Да, и тогда биржи взламывали очень часто. Два года назад главной темой была банкротство и скамы, а в 2018 году компании просто закрывались из-за плохого управления или взломов. Например, Криптопия, которая была крупной альткоиновой биржей тогда, в Новой Зеландии, кстати, тогда взломы были более распространенными. Но сейчас таких крупных взломов уже давно не было. Думаю, что просто начали больше ловить хакеров, и теперь они более осторожны. Да, и кроме того, биржи действительно изменили параметры безопасности, что тоже помогло. Вспомни, например, как взломали MTGOX. Там, кажется, у них все ключи безопасности просто лежали в каком-то вордовском файле или что-то типа того. Вот таким был уровень безопасности. Сейчас же все под мультиподписью, и основные средства хранятся на холодных кошельках. Мультиподпись очень полезная штука, да. Если ты основатель проекта, сразу же настраивай мультиподпись. Если у тебя несколько мультиподписей, то это гораздо безопаснее. Обычно потери случаются, когда взламывают трежери или основные фонды компании. Если ты можешь хранить основные средства под мультиподписью с шести участниками, из которых нужны подписи четырех, то основные фонды будут в безопасности. Это должны делать все проекты, даже крупные биржи. Основные фонды должны быть под очень надежной защитой, а деньги выводятся постепенно по мере необходимости проекта. Но основные фонды должны быть не в зоне риска. Это было бы идеально. Но у нас был случай с FTX. Многие компании передавали управление своими казначействами FTX. И многие из них либо действительно банкротились, либо использовали FTX как оправдание. Ну типа, мы держали деньги в FTX, теперь вы банкрот, извините, у нас больше нет ваших миллионов. Да, много таких тоже было. Они могли бы просто вывести деньги, и никто бы ничего не узнал. У меня есть друг, который работал на одной из этих бирж и не мог торговать на этой бирже, потому что он был ее сотрудником. Поэтому он торговал на FTX, и все его сбережения были там. А потом все рухнуло, и он все потерял. Много людей пострадало, но эти средства вроде как возмещаются полностью, так что… Да, верно. Но наши дни тоже интересные. Сколько мы пережили прямо вот недавно, за последнее время. Не знаю, когда ты выложишь это видео, но это были безумные дни на рынках. Дикие возможности, если у тебя есть наличные. У меня не было наличных, мне пришлось продать немного, чтобы закрыть некоторые позиции, чтобы их не ликвидировало. Но я знаю много инвесторов, которых ликвиднуло. Причем я имею в виду реально опытных трейдеров, которые на рынке уже 10-15 лет. Действительно хорошие трейдеры. Огромные ликвидации, да. Да, это было невероятное событие. Но в основном мне было далеко от уровня ликвидации, но паранойя. После многих лет на рынке, я знаю, когда начинается этот процесс, ликвидации могут идти каскадом, и все может стать намного хуже и намного быстрее, чем ты думаешь. Я просто не могу рисковать, это не дает мне спать по ночам, так что и я рисковать не буду. Да, это то, чему ты учишься после первого или второго булрана. Все может рушиться. Это может быть месяц роста, потом один день и все летит к чертям. Пока криптовалюта не станет более стабильна, это будет продолжаться. Но сейчас, ETF, даже вчера люди паниковали как сумасшедшие. Но я нормально пережил это падение. Но многие люди не понимают, что биткоин может падать. Помнишь, как раньше падал биткоин? Не на 50 тысяч, на 15 он падал. Еще раньше тоже. Это был крах из-за ковида, да. Помнишь, мы упали с 9 до 3? Да, что-то вроде этого, с 10 до 3, но это как 6 за день. Это было безумие. Ты просто смотришь, как оно падает и думаешь, неужели оно реально упадет до нуля, пока я на все это смотрю? Знаешь, как я всегда понимаю, что дно достигнуто? Это когда все начинают говорить, ну все, сворачивай лавочку, это скам, я так и знал, это ужасно, нужно все продавать и так далее. И тогда я понимаю, что это уже дно. Когда я чувствую это, я знаю, что можно покупать. Но я продал все 6 дней назад. Прям вот записывал видео и говорю, я продаю. Вот на меня находит иногда такое озарение. И я такой записываю видос и вдруг думаю, черт, не знаю почему, но я все продам. И в видео я все продал, и поставил ордера на покупку на 58, 56, 52. Они все активировались, эти заявки. Сейчас у меня открыта позиция, она на 8000 в минусе, но позиция там на 5,5 биткоинов. Биткоин опускался на 49. Хорошо, что я вышел в кэш перед этим, иначе это было бы жестко. Потому что у меня там мешки были, юнисвапы и других хальтов. Важно быть гибким, да. Этот рынок невероятно волатилен, и ликвидность может иссякнуть на монетах так быстро, что ты даже представить себе не можешь. Или монетам будут практически обесцениться. Ты должен управлять своим портфелем. У меня были монеты, и когда я продавал их, чтобы гасить кредиты и снизить риски в своем портфеле, не самое лучшее время, я знаю, но когда я смотрел на эти монеты, я думал, зачем я вообще держу эти монеты? Вот нахрена они мне нужны? Держал эти монеты с 21 года и спрашиваю себя, а зачем? Ты должен оставаться гибким на этих рынках. Абсолютно. И нужно понимать, что когда эти американские горки начинают двигаться вниз, все происходит очень быстро. Кто-то сказал мне, что все прибыльные дни на рынке можно уложить в 10 дней. За весь прошлый буллран все реальные большие прибыли были сделаны за 10 дней. Да, если ты профессиональный трейдер, то для тебя это хорошо, ты можешь заработать на этой волатильности. Да, нужно быть готовым фиксировать прибыль, когда она появляется. Я хотел бы отметить, что, посмотрев на этот недавний обвал, нужно понять, что это примерно то же самое, что произошло с биткоином в семнадцатом году. В 18 и 19 декабря биткоин достиг пика и в течение недели упал на 50 процентов. Да, с 20 тысяч до 9, примерно так. Это было на Рождество, помню это. За несколько дней все изменилось. Рынок бывает очень непредсказуемым. Пик наступает и заканчивается намного быстрее, чем большинство ожидает. Поэтому нужно внимательно смотреть и сохранять бдительность, чтобы контролировать свои риски, управлять своим портфелем и фиксировать прибыль, когда пришло время. Потому что все может измениться очень быстро. Вдруг однажды ты заходишь в свой аккаунт и видишь, что все упало на 50 процентов. Так это работает. Никто не скажет тебе наверху, эй, ребята, вот сейчас идеальное время для продажи, для максимального профита. Я обычно предсказываю вершины, это мой дар. Но проблема в том, что когда я предсказываю вершину, я начинаю покупать. Вот на битке, например, мои сделки были на уровне 58, 56, 52. Мы упали на 49 в итоге. И даже несмотря на то, что я идеально предсказал пик и хорошо ушел в сделки, мы все равно упали с 58 на 49. И я все равно в минусе на 8000 по этой сделке в 300 тысяч долларов. Понимаешь, одна из вещей, которые я осознал, это то, что как только ты выходишь на вершине, лучше оставаться вне рынка какое-то время. Возможно, даже взять отпуск, отдохнуть где-то. Терпение, да, вот что важно. А ты хранишь какие-нибудь долгосрочные спутовые вложения? Или просто постоянно входишь и выходишь с рынка? У меня есть ранние инвестиции. Я не продаю их, у меня около 40 или даже 60 ранних инвестиций в компаниях и проектах, которые что-то реально создают в криптоиндустрии. Я не продаю их, пока они действительно не вырастут, и большинство из них имеет срок окупаемости около 4 лет. Так что я их не продаю. У меня также есть спотовые вложения в биткоин, которые я не продаю. Все остальные я активно торгую, потому что я знаю, как только вершина достигнута, нужно пытаться сохранить все свои прибыли. Многие люди могли бы потерять всю свою прибыль, которую они получили на бычке. Даже если они зашли в биткоин на уровне 16 тысяч долларов, они могли бы потерять все, когда биткоин обвалился на 50. Так что нужно быть очень гибким в криптовалюте. Акции мне нравятся больше. Например, я покупаю Тесла всякий раз, когда она перепродана на месячном стахастике. Я купил много Тесла на уровне 140 долларов, как раз на самом дыне 141 доллар. Акции проще для технического анализа, если выбрать правильные активы. Разница в том, что акции с большой вероятностью будут существовать через год, через 5 лет, через 10 лет. Биткоин и эфир – это другое дело, Солана тоже можно выделить в отдельную категорию. Но подавляющее большинство этих монет, которые вы покупаете, их уже не будет через год, не говоря же о том, что вы через 5 лет. Акции – это другое дело. Купишь акции Apple, Tesla или Coinbase, и они будут существовать через 5 лет или 10 лет. Но с криптовалютами это не так. Я замечаю, что волатильность на акциях начинает становиться сумасшедшей. Раньше акции не падали на 50-70 процентов, это не было нормой. Но теперь эта криптовалютная энергия, кажется, проникает на фондовый рынок. Например, Nvidia упала на 40 процентов от максимума. Большие колебания, в общем. Мне кажется, мы сейчас живем в эпоху денег, мы действительно все двигаем рынок. Но наше настроение неустойчиво, быстро надоедает все, мы быстро переходим от одной вещи к другой, от одного хайпа к следующему. Сначала были ICO, затем что-то еще, потом DeFi, затем NFT, memecoin. Мы быстро устаем от одного и идем к следующему. Теперь, может быть, и на рынке акций тоже такое происходит. Кроме того, у нас есть сумасшедшие капитализации, как у Apple, которая оценивается в 3 триллиона долларов. Криптовалюта по сравнению с акциями очень дешевая. Объем криптовалюты огромен, он эквивалентен объему фондовых рынков. У нас ежедневно проходят миллиарды и сотни миллиардов долларов в криптовалютных рынках, хотя общая капитализация криптовалютного рынка всего 2 триллиона, тогда как фондовые рынки оцениваются в 100 триллионов. Да, вот я просто ради любопытства сейчас посмотрел. Текущая рыночная капитализация около 2 триллионов долларов, и у нас было 267 миллиардов долларов объема за последние 24 часа. Это может быть немного выше обычного, но, допустим, мы делаем 10 процентов от рыночной капитализации в любой данный день. Это огромные цифры, просто огромные. Да, это уже на уровне фондового рынка, но оценки все еще в 50 раз меньше, чем на фондовом рынке. Один Apple больше, чем весь крипторынок, что интересно. Да, Microsoft, Google, NVIDIA, все по отдельности больше, чем весь крипторынок. Каждая монета, которые ты когда-либо слышал, все вместе. Это просто сумасшествие. Да, мы все еще на раннем этапе. Если учесть это, мы все еще на раннем этапе перехода от фондового рынка к криптовалютному. Какие активы ты сейчас держишь? Мой портфель сейчас, это я вернулся в биткоин. Мне нравятся проекты, которые работают в области play to earn, потому что я думаю, что игры будут большим направлением с криптовалютой. Также Tesla. Я в основном сфокусировался на своих биткоин-трейдах, Tesla и ранних инвестициях. Мне также нравятся Uniswap и Ethereum. У меня много начальных инвестиций и прочих вещей. В общем, у меня есть немного золота, оно дает мне некое спокойствие. Возможно, это старомодное мышление, но мне это нравится. Мой портфель акций состоит примерно на 75% из действительно скучных вещей, таких как дивидендные акции, энергетические компании, горнодобывающие компании и прочее. Такие вещи, на которые можно достать деньги с крипты из этого высокорискового риска и вложить их туда. Остальные 25% моего портфеля сейчас находятся в Coinbase, потому что я думаю, что у них есть большой потенциал для роста. Так что жду, когда Coinbase значительно поднимется. Их доходы должны быть потрясающими, когда они опубликуют отчеты. Их доходы должны быть сумасшедшими, потому что объемы торговли увеличиваются. Вообще всякий раз, когда на рынке происходит рост, доходы биржи будут выше в следующем квартале. О да. Плюс сейчас Coinbase также хранит 90% всех ETF, это очень много. А кроме того, у них есть свой блокчейн-бейс, который, набирает сотни тысяч новых адресов каждый день. Все деньги, потраченные на транзакции в сети Base идут обратно к Base. Они зарабатывают миллионы долларов на этом. Так что у них отличные источники дохода. Я, вероятно, продам в своей акции Coinbase, когда буду продавать другие активы на пике цикла, но я надеюсь на это, по крайней мере. Я всегда смотрю на стахастический осциллятор на месячном графике. Если ты хочешь знать, когда стоит выйти из акции, это когда она сильно перекуплена с двойными вершинами на месячном стахастике. Именно тогда стоит выйти. Просто следи за месячным стахастиком на том же Coinbase. И когда актив сильно перекуплен на месячном стахастике, это всегда подходящее время продать. А время для покупки, когда он сильно перепродан. Это как было с Tesla на уровне 41 на стахастике. Я всегда ориентируюсь на это. Один этот индикатор может рассказать многое. Согласен. Я иногда вот смотрю на индикаторы и думаю, можно сосредоточиться на каком-то одном индикаторе. Не нужно иметь 100 индикаторов, правильно? Просто несколько индикаторов, которые ты используешь и говоришь, но этого хватит, чтобы понять, что дальше. Но индикаторы не идеальны, конечно. Ни один индикатор не идеален, но обычно они дают достаточный сигнал для того, чтобы примерно понять, куда все идет. Соедините это с вашим чувством и настроением, и вы, вероятно, справитесь хорошо. Да, это убирает лишний шум. Как ты думаешь, я сегодня понял, что биткоин... Я вроде как винил войну в том, что биткоин продолжает падать. Типа Иран и Израиль начали войну, поэтому биткоин упал до 50-49 тысяч. И я замечаю, что это довольно интересно, потому что теперь каждый раз, когда начинается какая-то война, это напрямую влияет на нас через биткоины. Раньше это не сильно влияло на людей, иногда немного на акции, но теперь война напрямую бьет по нашим биткоинам. Я понял, что это может сделать людей в каком-то смысле очень антивоенными, потому что каждый раз, когда начинается где-то война, это ударяет по биткоинам. Это может стать технологией достижения мира на самом деле. Довольно интересно думать о том, как все это работает. Посмотри, например, на нашу корреляцию с тем, что происходит на японских фондовых рынках. Это довольно интересно наблюдать. Да, рынок очень манипулятивный. Это не нормально. Я занимаюсь торговлей инвестициями с 14 лет и скажу, что все это странно выглядит. Я никогда не видел, чтобы рынок вел себя так. Он полностью накачан ФРС. Деньги текут отовсюду, потому что они напечатали триллионы долларов. Теперь они повышают процентные ставки, потому что им нужно изъять эти деньги. Они хотят, чтобы все стали беднее. Когда они говорят, что повышают процентные ставки и снижают инфляцию, это означает, что они хотят, чтобы все стали беднее. Чтобы не могли устанавливать астрономические цены, потому что у всех слишком много денег, чтобы что-то делать или продавать свои дома за 4 миллиона долларов. Так что они хотят, чтобы люди теряли работу или дома. Вчера торговый объем на биткоине был самым большим с момента краха FTX в 2020 году, а фондовые рынки потеряли триллионы. Что они на самом деле делают, так это очищает все эти деньги. Когда люди думают, что они повысят процентные ставки, они играют между тем, что все слишком богаты, и тем, что все разорены. Они пытаются сбалансировать это, но не хотят, чтобы все были слишком богаты, потому что тогда инфляция растет. Сейчас рынки находятся в полном социалистическом, коммунистическом режиме. Это не свободный капиталистический рынок. Сейчас время действительно странное. У вас просто нет других вариантов, кроме американских акций. Если вы инвестировали в акции или валюту других стран, то скорее всего все потеряли. Но еще есть биткоин. Так что остается выбор между акциями американских технологий, биткоинами и некоторыми альткоинами. Но для безопасности люди не хотят альткоинов, они предпочитают стабильные голубые фишки. Да, альткоины небезопасны. Это крайний уровень риска. Подумайте об этом так. У вас есть S&P 500. Это, пожалуй, самая безопасная инвестиция. Следующий уровень риска – это акции и технологии. Если еще дальше, то может быть R2000 и биткоин, затем эфириум, соланы и другие альткоины. И еще дальше – это мемкоины и NFT. Это уже крайний риск. Когда рынок начинает падать, все остальное тоже падает. А когда восстанавливается, то растет еще быстрее. Это такой спектр риска, по моему мнению. И интересно вот что. Если у тебя не так много денег, то этот спектр риска – это то, где можно заработать. Если у тебя всего 1000 долларов, и ты вкладываешь их в Tesla, то за 5 лет это ничего тебе не принесет. Но будет у тебя 3000 долларов – это ни о чем. Поэтому единственный способ заработать – это играть на большом риске, например, в альткоинах. В противном случае у тебя нет выбора. Раньше можно было инвестировать в что-то вроде Tesla и получить 10 иксов, но теперь, чтобы заработать, нужно вкладываться в более рискованные активы или стать очень хорошим трейдером. Если у тебя маленький капитал, ты можешь долгосрочно инвестировать в Tesla, Bitcoin и тому подобное. Но новое поколение этого не хочет. Типа мы не хотим работать 40 лет на кого-то. Не те времена уже. Наше поколение хочет что-то другое. Я думаю, что в будущем, когда все станет более автоматизированным и роботизированным, мы будем заниматься криптотрейдингом и зарабатывать в играх. Многие из моего поколения зарабатывают деньги на криптовалюте – это не редкость. Наше поколение становится поколением крипто-MM-коинов. Интересно, правда? ФРС заставила всех стать спекулянтами. Вот в чем дело. Они так быстро и так сильно обесценивают валюту, что теперь невозможно просто работать на обычной работе и преуспевать. Это не то время, когда один человек мог работать, купить дом, машину, отправить детей в школу. Сейчас нужно работать на трех работах, и при этом вы и ваша жена все равно не можете свести концы с концами. И это сделано специально. Именно специально. Все, Джеймс, мне пора. Нужно поиграть с детьми, пришло время пообщаться с ними и так далее. Но было здорово. Спасибо, что пригласил. Отлично. Спасибо за разговор. Увидимся.